Вот можешь продемонстрировать, допустим, нож как-то достал? И как помнишь? Ну, примерно, макет. Был раскладной? Да, раскладной. Раскладной, раскладной, жилка. Да. Избирательность памяти этого человека сегодня, спустя 15 лет, у следователя вызывает ироничную улыбку. Ну, конечно, каким был нож, ты помнишь точности, как избавлялся от него тоже, а из-за чего возник конфликт с девушкой – нет. Да и число ударов память по-дружески скрывает. Примерно пять. На самом деле нет. По официальной версии следствия, в девушку вонзали лезвие не менее 75 раз, а затем чем-то добивали. Именно эти факты заставили следствие по-другому взглянуть на это убийство. Статья стала тяжелее. Ему обменялось помимо ножа, которым были причины колоты, резные колоты, ранения, также и деревянный лопат, которому причинал ушебленный ран потерпевший. Все это в совокупности было оценено, да, с точки зрения уголовно-процессуального закона. И следствие посчитало, что доказательство достаточно собрано для того, чтобы инкриминировать лицу, совершившего это деяние. Часть 2, статья 105, с коллекцирующим приступом особой жестокостью. Рязанскому отделу по расследованию преступлений прошлых лет всего полтора года. Но успехи в охоте на глухарей вполне ощутимые. Ворошить старые дела как раз про них. И в этом деле они решили пойти с самого начала. Десятки новых опросов и командировок в Касимов вывели следователей на мотив убийства. Отказ в интимной близости. Дальше со свидетелями работали методом исключения. На тот момент они почему не говорили там, да, то есть потому что они были молодые. Потому что они стояли в дружеских отношениях. То есть у них вот это вот ложное понятие дружбы, да, ложное понятие защиты. Сейчас уже люди уже, ну, в среднем возрасте уже, как бы, у них семьи есть у кого-то. Люди уже выросли, как бы, они понимают, что все-таки надо как-то изобличать лиц, которые, ну, причастны к совершению преступления. И, конечно, ребята, вот, я говорю, мои коллеги из Касимовского международного следственного отдела кропотливо работу провели, да, по установлению вот этих вот свидетелей, да, с ними работу провели. Одна из самых невероятных и конспирологических версий убийства – нездоровая аура вот этого дома, у ворот которого и нашли искромственное тело жертвы. Говорят, еще до революции здесь жил мясник. Позднее, прямо на участке, то и дело находили старые кости. В общем, люди обходили это место стороной. Влиянием темных сил, конечно, можно объяснить то иступление, с которым убивали 18-летнюю девушку. 75, я напомню, 75 колотых ран. Впрочем, для суда все это явно неубедительно. Факты – вещь, как известно, упрямая. Отсюда и приговор. 6,5 лет лишения свободы. И это несмотря на 15-летний срок давности. Впрочем, в законную силу приговор еще не вступил. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».